ну что ж доброе утро уважаемые подписчики и джентльмены господа и гости столицы как вы можете видеть погодка поменялась кардинально время 4 53 этот уже полчаса где-то нахожусь у нас все затянуло капитал дождик похолодало до 10 градусов ветер слава богу будет в спину всем лично привет я в такой курточке теплый звук куда иду ничего эти мотайте что же так вторую я оставил дома ветер сильный не стал я напрягать полку чересчур вот взял с собой два кащея простой каще каще премиум значит вчера всем спасибо кто смотрел кто оставил свои отзывы приятно первый вопрос который появился как много поклёвок на опарышей рыбы не засекается курить вредно объясняю значит опарыши насаживать через жопу как силиконовую приманку крючочек должен быть тонюченький мелкий чтобы вышел около головы крючочек должен быть буквы г понимаете методик чуть-чуть тык и тык почему буква г они вот таким полукругом сползает у нас плитшоте на дропшоте он сбегает когда он буквы г он не так сползает он упирается вот в это впервые уголочек небольшой до крючка и из-за этого он держится получше его чуть подправил и проводки на 2 на 3 хватает иначе потом опарыш но силикон он скользкий все-таки он сбегает вот еще еще спрошу ну вроде все так по снастям кощей цириное fs1000 сегодня у меня с собой шнур герсон я взял решетка 01 ну чё уходим и выдаем пробуем погнали опарыш тот же искусственный все тот самый ветер все не ахал и похолодало похолодало здорово чувствуется прям ну встал хорошо съехал думал туда или туда рвануть но приехал на старое место и гидральный центр яндекс меня не обманул ветер северо-восточный то бишь не в спину будет фигачить там вообще он затишься ну тут лесочек там угла чужие ладно пока третью проводку дело лишь по сплитшоту какое расстояние ребят но тут правило действует отводного поводка чем длинче тем лучше все подбирается индивидуально у нас московскую область рыба пугливая рыба закормленная уплывочников тут хватает поэтому у меня где-то сантиметров наверное от 30 до 50 приблизительно такой разверт если кровь начинается поактивнее я спускаюсь вниз побольше стоит грузик крючку по крючок еще раз говорю через тело не поперек а вдоль опарыша продеваете и выводить его около головы да он как бы умирает личинка опарыша дать личинка мухи но вы же анимируете проведете то есть выпрыг грузил опарыш у вас уже потом постепенно опускается не сразу то есть у вас груз упал там сколько вы стало часы ветер я специально поставил 0 7 грамм сразу полочную дробинку вот и не зажимайте ее намертво чтобы случае чего вы ее подвинуть можно я не удивлюсь если вообще клево не будет такой смены погоды конечно я вчера вечером заезжал куму на дачу супруга сидел спортивных легких штанах и футболки сегодня одел куртку который зимой в небольшой минус я пользуюсь и по весне по осени я ее таскаю черная моя на видео она часто мелькает пока тихо не бойтесь вы экспериментировать еще раз говорю все как вот все джиговые всевозможные оснастки применимы в нашем деле в мормана на если только все это уменьшить в разы так что джек рик оттуда же появился и сплитшот и на на дропшот все оттуда то что пробуйте вчера пробовал я дропшот но поклевки есть намного хуже намного меньше засекаемость рыбы не знаю почему сплитшот она получше поводок видно за и кстати вот еще одно не торопитесь его подвижки ручек маленький пока она подойдет пока на приноровиться пока на тюкну не успею не торопитесь его подсекать поэтому крючок одевается именно через все тело вдоль еще раз говорю не поперек многие одевают поклевки море рыбы не засекается потому что мормушка в дальнем случае если она не в жоре не в ажиотаже то есть не хапать как ненормально то хреново короче говоря будет ах тычка была по моему ладненько включу первая платвишка есть симпатюшка такая поклевочку бойкой такая наверно 10-15 простоял без поклевки ветер конечно ветер ужасающий просто бывает слава богу что вот приехал на эту сторону были умеющие сомнения туда поехать сюда поехать я ловил эту погоду поменялся еще кардинально я говорю стою теплый мультик не жарко нифига порывы хорошие такие на ваших глазах уху запахли слова в кофе его любимый как это отрабатывает красотулечка красотуль у завод за 2 когда еще раз вчера пробовал другие опарыш них и на охлаждения культа в золоте подошла рыбка рыбка подошла да иди ты сюда ешкинка вчера было много поймано, что-то там не написал, что-то не снимал я говорю, ребята, камера простая, самая дешевая с Алиэкспресс первая, аккумулятором уже года два, вторая садятся быстро достаточно, третья, если снимать каждую рыбу вчера, я бы, блин, я не знаю, наверное, рыбе на 10-й, на 30-й бы я закончил свой видеообзор ладненько включусь так, ну что, клюв начался рыбка клеет будем ждать крупняк вот сейчас у меня грузик от крючка сдвинут где-то, наверное, сантиметров на 50 приблизительно сначала был поближе, кидал, кидал, тихо, сдвинул чуть-чуть, вот и что хотел еще вам сказать вы используя сплитшот еще раз вот повторюсь не спешите, во-первых, подсекать и второе обязательно крючочек, вот, должен быть размером с опарыш то есть, понимаете, да, вот прям я использую крючки фишсейс на них написано единичка они из очень тонкой проволочки вот их там 10 штук вот он вот она ну это что-то мелкая, явно очень мелкая вот они из очень тонкой проволочки и достаточно легко протыкают опарыша это пущено потому что опарыш вот этот с Алиэкспресс он из какой-то как это вот морская резина называется по ходу делается такая, это не то что силиконов а он очень такой как бы это сказать ну протыкается сложно он достаточно поэтому вот этот крючочек он очень хорошо проходит через тело искусственного опарыша вот это вот силиконового потому что у них там я так понял в основном используется силикон для морских рыбалок но большая часть поэтому я говорю, вот личинка опарыша там не важно живой у вас он искусствен и просто вдоль протыкаете говорю около головы саму делал на конус выходит где-то там вытаскиваете и крючочек должен быть буковкой G такой вот похоже потому что если он полукруг полукруглый внизу вот у него гладкий загиб идет этот ох какая поклевка он опарыш начинает сползать сползает вниз жар плотвы продолжает у него заглот взяла опять дюкерный бабай бог не знает куда закрепила зашовки блин вроде рыбы там маленькая херачила ёхарный бабай куда ну там кто прокурсует всякие там крючки камакат покупать так далее пожалуйста я думаю у них там есть такие вещи мелкие крючки я не знаю я вот говорю пачка дешевая она стоит там 42 рубля что да 42 рубля вот за вчерашнюю рыбалку по поводу зацепить ну у нас водоем такой специфический я как бы его знаю очень хорошо мормышки здесь очень редко обрываю ловлю здесь уже не не первый год и даже не 5 лет а больше поэтому выучил его вдоль и поперек по поводу зацепистой я вчера оборвался один раз это я решил окушка поискать вот на том месте последнее вчера видео сюжет был там бревнышко рядом идет такое воду уходит вот я вдоль него решил попробовать закинуть ну и закинул а так крючок маленький торчит там прям кончик ну практически не цепляет второй вид рыбы такой нет такой погодка шепчет конечно так по поводу лесочного поводка сколько должен быть вчера был вопрос забыл сказать ребят я оставлю метра полтора то и два делаю я обычный подлесок петля в петлю соединяю почему такой длинный лесочкой 008 рвется обычную на крючке даже не на узле где вы к основному снова привязали а именно на крючке если вдруг зацепились просто если честно сказать мне лень перевязываться каждый раз вот поэтому полтора можете метр пожалуйста ну я вот ставлю так я всегда так делаю потому что обычно мормышка рвется что подлец не привязывать там время не тратить кто плохо видит в принципе вот эту оснастку может приготовить дома на поводочнице или намотать на что-то и потом придя на рыбалочку уже петля в петлю просто соединить просунуть грузик просунуть ключочек и все то есть все элементарно в принципе все быстро крепится ну вот сегодня рыбка помельче как-то нету таких плотвиц с ладонь пока дождик стал накрапывать такой мелкий погода прям кардинально вообще сломалась за ночь буквально обалдеть может укрейка кстати пушнуру герсон хочу сказать если я вчера вот не знаю мне кажется все-таки хоть и ругает меня за мое высказывание что чуйка у него похуже потому что я уклейку ловил в прошлом году начал 0 до 2 четко чувствовал мелкую крупную прям тычок а сейчас вот я ее выволок я даже не понял что она там сидит лучше ребят вот ничего пожаловал прям прям рыбка такая о поводок не перекусил щупак мелкопипичного размера но он есть приходя папа 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 какую-то просто подожди блин вот такой рыбком пожаловал свободен отгрыз все-таки шайтаном она ладно пошел вот крючки вот так выглядят фишсейсон первый номер вот такой они буковка г видно да то есть изогнуты как раз размер силиконового опороша приблизительно так ну че вот 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 клюет ай хрен замерз все мужики леди джентльмен что-то холодно оттаз блин стало хорошо я еще сегодня говорю одел куртку теплую главная мысль пойти как вчера в легкой я так понимаю по порывам ветра никаких 5 метров в секунду речь не идет метров 10 на месте фоне потому что у меня аж кощейшку гнет блин вот ну че плотва клюет никуда она не делась чуть-чуть похуже но как бы не отбывали хапает за милую душу у нас еще дождик крапает периодически такой кап-кап-кап постоянно но рыбка поклевывает так ну че все прекрасно все великолепно поменяли точечку о крупняк попер беги скорее присоединился ко мне мой друг Алексей дядь Леш скажу себе здрасте Лех пока отметился кушариком мужик упертый говорю возьми опарик а он не хочет искусственного вот ловит пока на мотыля Беркли мелкого там что-то так дуть стало блин я же замерз сбежал оттуда это уже большая по нашим подмосковным меркам водичка теплее чем на улице погода походу так ну че оно как бы клюет но не так хорошо как вчера но клюет о Леха отличился игры крупняк попер водя слитый класс так что уважаемые мои друзья рыболовы спритшот иногда делает вещи о дядь Леш как отличился так ну что уважаемые мои телезрители я хочу сказать вам следующее пришел Алексей вот научил его ловить обрыбил меня как всегда но это нормально вот он смеется хочу сказать что погодка вроде немножко наладилась но ветер не стих и клев конечно соответственно похуже чем вчера но достойно сегодня половили плотвым вот за всем заканчиваю свой видео обзорчик на сегодня всем приятного просмотра будут вопросы задавайте будут деньги высылайте всем пока ну что уважаемые подписчики хочу вам сказать ну вот Алексей сегодня который был плотву так никогда не ловил он вообще ее никогда не ловил я так понял именно на спине ну вот человеку все объяснил показал все получилось все прекрасно ловил сегодня ну сегодня клев похуже был намного погодные условия изменились видите погоду как гуляет вот ветрище вообще пипец метров 10 если не все 15 секунд ну вот перешли на ту сторону на где я вчера ловил то есть если он вчера мне в лицо дул то сегодня он мне дул спину получать но все равно ловить некомфортно выручил очень кощей премиум он намного жестче чем простой кощей из-за колец вот вот на него я потом перевязался переставил потому что я это к чему подвожу рекомендую иметь у себя в арсенале обязательно палку пожестче потому что когда ветер с опревой палкой вы ни хрена сделать не сможете жестко вдоль воды палочку наклонили проводочку делать возможно ну все все всем приятного просмотра с вами был Сашок всем пока удачи в рыбалках